МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Томожня дает добро, а вперед взятки. На борьбу с контрабандой правительство отправляет черные сотни. Коррупция по-николаевски. Депутаты отчитываются перед криминальными авторитетами. Такие сейчас главные темы недели и главные темы программы. Я Дмитрий Аноцинко. Здравствуйте. Начнем с события, которое важно не только само по себе. Оно, скорее всего, станет звеном в цепочке событий, которые мы с вами увидим в самое ближайшее время. На этой неделе вернулись на родину еще двое политзаключенных из России Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. И когда официально или не под запись говоришь с людьми, причастными к этой операции, то появляется надежда. Освобождение Нади Савченко, а теперь еще двоих украинцев, это не исключение. А скорее событие, которое способно стать правилом. О судьбе Солошенко и Афанасьева на этой неделе много говорили. Вы явно видели. Десятки сюжетов в новостях. Но все они начинались с момента, когда самолет с украинцами на борту приземлился в Борисполе. А вот что было до этого? Как проходила сама операция по освобождению? Об этом не говорил никто. Так что вы сейчас узнаете все первыми. Мы разыскали пилотов, совершивших спецрейс в Москву. Информацию о рейсе особого назначения не разглашали до последнего. И даже экипаж поначалу только догадывался, какая задача им предстоит. Этим, казалось бы, обычным утром. А вы понимаете, что летите за нашими? Мы знали только, куда лететь. А свои домыслы мы оставили при себе, потому что... Все готово. Получили дипломатические разрешения на самолет. Некоторые технические моменты отработали. И взлет на Внуково. При пересечении границы, конечно, немножко так экипаж поджался. Я так понимаю, что силы противовоздушной обороны были проведены в хорошую готовность. И нас вели. Вели, да? Вели. Ну, можно так сказать, что вели, да. По всей территории России. Около двух часов украинский борт приземлился во Внуково. Затихли двигатели и томительное ожидание. Открывать двери или выходить из самолета запрещено. Лишь через время ступить на российскую территорию разрешили только командиру и представителям президента. Сначала подвозят Афанасьева, потом Солошенко. Они еще не могли до конца поверить, что вот этот самолет, и вот сейчас они полетят обратно домой на родину. Они стояли перед самолетом, и вот, не знаю, их встречала Ирина Герасченко, и вот она чуть ли не за руку их уговаривала зайти. Она их встречала, обнималась. Казалось бы, ну, украинцы, ну, люди, до того родные и близкие, что это было просто очень приятно. По-другому на это все смотришь и по-другому оцениваешь. Сначала мне казалось, они не понимают, что вот за ними пришел самолет, за обычными простыми украинскими гражданами. Слезы, ну, слезы, я бы не сказал, что они текли рекой, но так было видно, что эмоциональные люди очень переживают. Не было ощущения, что вот могут, ну, простите на слове, кинуть, подставить, обмануть, что операция может сорваться? Было, было, потому что очень нервожная ситуация, постоянные звонки телефонные, и я так понимаю, что это была синхронизация по времени, и российская сторона больше вроде бы как затягивала это все, и затягивала без видимых причин. Дверь захлопнулась. Солошенко и Афанасьев на борту, а значит, на украинской территории. Но затем опять непонятная пауза, стоившая всем седых волос. Время, когда украинский Анс стоял на взлетке и ждал разрешения на вылет, казалось вечностью. Разрешение на вылет нам российская сторона не выдавала. Когда мы сидели минут, где-то порядка 50 минут в кабине перед запуском, и нам на каждый запрос не выдавали разрешение. Наверное, когда оторвались от взлетки, просто такое облегчение почувствовали. Конечно, да, конечно. Но это самый лучший момент, когда уже все, уже обратно нас никаким образом не смогут задержать нам. Дальше путь домой, когда миссию еще нельзя считать оконченной. Ведь в безопасности себя можно почувствовать, лишь оказавшись в воздушном пространстве Украины. Наши диспетчеры, не выдержав, стали вызывать борт еще на подлете, километров за 150 до границы. Когда радары показали, что Анна ее пересек, эмоции просто зашкаливали и на борту, и на земле. Такие же эмоции, как и в конце мая, когда лайнер с Надеждой Савченко на борту наконец-то пересек границу. Об этом не говорили прессе. Но изначально забирать Надю должен был этот самолет и этот экипаж. И лишь в последний момент, что называется, переиграли. Нам поставили задачу за полчаса до вылета о том, что забирать Надежду Савченко. Я так понимаю, что настолько секретно это была вся информация, что даже нас экипаж не предупредили, что мы летим за ней. Но повезло не им. Первый обмен могла быть любая провокация, ведь борт-то военный. Президентский самолет в этом отношении куда защищеннее, поэтому и выслали борт номер один. Но сами летчики уверены, это, как говорят в авиации, явно не крайний рейс. По опасному маршруту Киев-Москва и обязательно обратно. Я отпустила, когда закрылись ворота, что они уехали. И вечером, когда я увидел вашего брата-журналиста, ждущего в аэропорту Борисполя, они отсюда уехали. Я понял всю глубину, что произошло. Но вообще, если так честно, я только тогда осознал, что в какой миссии мы участвовали. И тогда уже промелькнула мысль, что, наверное, это начало большого процесса освобождения наших заложников. Может быть, что ваш личный рейс, просто вот еще один рейс, что тот, который был, он не крайний, что будут и будут? Я очень на это надеюсь. Да, мы всегда готовы в любое время забрать всех, кто там находится. Каково это быть частью истории? Я не знаю, вы осознаете уже, что реально ваш экипаж, вы лично, этот рейс, действительно часть истории Украины, когда-нибудь в учебниках будет? Нет, наверное. Я не сказал бы, что мы совершили какой-то героический поступок, мы выполнили свою работу. Я так считаю, что герои это те, которые сейчас на передовой, которые реально сражаются. А мы выполняем то, что мы можем выполнять. То, чем мы можем помочь. То есть наша работа это летать. И есть новости по этой теме. Буквально полчаса назад советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что сейчас обсуждается освобождение еще 25 украинцев. По формуле 25 на 50. То есть одного украинца будут менять на двоих из списка, которые предоставят россияне. Еще одна участница этой операции, вице-спикер Ирина Герасченко, она была на борту. Накануне попросила главного дипломата Германии, Франка Вальтера Штальмайера, его страна сейчас председательствует в ОБСЕ, посодействовать освобождению украинцев. И эта тема, пожалуй, единственная, которую на уходящей неделе в Верховной Раде обсуждали с энтузиазмом. Ну, а все остальное, мягко говоря, забуксовало. Почему депутаты в очередной раз не могут договориться, и причем здесь футбол, знает наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Поверх дорогущих костюмов футбольные шарфики, поверх выглаженных рубашек простые футболки, бесконечные селфи и даже мячи в кулуарах. Нардепы явно пытались показать, что они команда, но лишь пытались. Депутатская сборная на минувшей неделе особо не стремилась к победе. Как голы в собственные ворота, снова и снова те же слова на табло, решение не принято. И каждый раз в коалиции то и дело приходилось просить помощи у других игроков. Вроде бы так хотели поработать, что даже во Францию на Евро решили не лететь. Билеты сдали, хоть и вынуждена. Собирала фракция и председатель фракции заявил о том, что недопустимо является покидать сессию Верховной Рады Украины, даже если надо поддержать наших ребят. А планы на домашнюю игру были большие. И центр сберком поменять, и регламент откорректировать, и вопрос с тарифами хоть как-то обсудить. Но не сложилось. Голосов не хватало и заседания постоянно закрывали. Нерастраченные эмоции депутаты вместо стадиона выплескивали прямо в зале. Хотя, казалось бы, и повода особого. Соболева-Семенченко очень высоко. Я подтверждаю, я это видел. В итоге сам же Поросюк, устроивший драку, и пострадал. Почему они снова не стали командой? Глядя на происходящее, в зале каждый и сам задавался этим вопросом. Неделя пустая, в плане того, что просто пропихивают какие-то законопроекты, какие-то, может быть, они узко направлены, они нужны, но на самом деле они не решают глобальных проблем в стране. Немае жодного дня, які бы парламентарі, які бы парламент відпрацював на 100%. Є безліч законів, але ми їх не пройшли, тому що або не було депутатів, або якась фракція наполягала на своїх хотілках і не голосувала таким чином, не було більшості. А без большинства, даже самые неконфликтные законы не принять, не говоря уже о тонких политических решениях. А такое на подході. Лишателі неприкосновенності своєго же колегу Анищенко просить об этом раду пришел лично главний антикоррупційний прокурор. Правоохоронні органи, прокуратура і Национальний антикоррупційний бюро ми все зробили настільки швидко, настільки це можливо. Далі все питання до парламенту і до народних обранців. Регламент визначає для нас ориентовані сроки його розгляду, і ми, я впевнений, впораємся в 20-денний срок, відведений регламентом. А вот з іншими питаннями вже все дедлайни пропущены. Замена Центр-избіркома. Її вже не першу неделю обсуждають, но ВОЗ і ныне там. Як, собственно, і з проблемами, які на цей неділе знову упустили. Тариф і соціалка, бюджет. У нас лишається ще два тижні до літніх канікул, і на ці два тижні ми проголосуємо оперативно всерішні, які заборгували. Снова політиканство, снова агрессія, снова политическая борьба. Це нічого не має общого з тем, що потрібно країне. Страні потрібен мир, країне потрібні реформа, країне потрібно повищення соціальних стандартов. Парламент цим не займається. І наша позиція заключається в тому, що парламент має бути распущен, потрібні перевыбори і потрібна нова коаліція. Впереди у нардепів двохнедельна пауза. Можна спокійно улетати. Ніхто не упрекнеться, що це не в Україні, а де-нібудь в вип-зоні, в Франції і на футбольному матче. Совість чиста. Мол, перед літніми каникулами ще будуть две рабочі недели. Вот вернемся, що-нібудь, да і напринимаємо. Екатерина Лысенко, Іван Єрмаков. Подробності недели. Телеканал Индер. А вот когда вернутся депутаты, і як багато слуг народу вместо засіданьи полетели во Францію смотреть футбольні матчі, узнаємо прямо сейчас у Софії Гордиєнко. Она следить за событиями чемпіоната. Софія, вечір добрий. А вот ти кого-то із политиків на стадионі видела? Дима, навіть якщо депутати і були тут, то вони попыталися зробити, але все можливо, щоб не попотатися людям на глазах. Як ніках, от них ждуть вовсе не поїздок на игры нашій сборні. Следуючі неделя у народних избранників не пленарна. Можна уехати во Францію незаметно для преси. Так що стоїть ожидати, що вип-ложе на стадионі пустой не буде. І хоча у української сборні вже нет шансів выйти із групи і продовжити борьбу, ми проіграли оба предыдущих матчів. Все-таки последнюю гуру на цьому чемпіонаті наші футболисты обещають провести лучше. І на цій гуру з Польщі нашу команду обещав підтримувати навіть президенту. Він приєдет во Францію з рабочим визитом на следующій неделе і, можливо, успеється на стадион. Ну, а для самих болельщиків главна новацію стало заявлення тренера нашій сборні. Михаїл Фоменко вже объявив о своїй відставці після неудачної гури на цьому чемпіонаті. І якщо говорити об атмосфере, то тут, во Франціі, остається настроення праздника. І даже драки фанатів не испортили цього ощущення. Дима? Колега, о футбольних драках давай не сейчас, ми о них ще сегодня поговоримо подробніє в програмі. Я дам можливість зрителям увидеть твой сюжет. Ну, а пока, пока футбольні страсти затмили. Затмили другие кримінальні історії. Национальне антикоррупційне бюро і генпрокуратура відмітилися на цій неділе. Відмітися цілою волною арестів і задержання. І за решеткою оказались сразу два персонажа, зв'язані з сім'єю Януковича. Із імперії беглого молода олигарха Курченко. Сначала на границі з Польщей, в момент, коли він попытався вийхати з країни, ну, вот, ви увидите сейчас эти кадри, задержали його правую руку, Андрея Кошеля, за сомнительные операции с ожиженым газом. Затем арест Александра Кацуби, бывшого замістителя глави правлени нафтогаза України. Вот ви видите, представитель военной прокуратуры зачитывают подозрения, уже на следующий день будет решение суда об аресте с возможностью залога в 450 млн грн. Кацуба – один из ключевых газовых деятелей эпохи Януковича, сын народного депутата из групи Ведродженя. Его сейчас обвиняют в махинациях с топливом, каких именно в прессе неоднократно и очень подробно расписывали. Ну, даже схемы в интернете, в различных интернет-изданиях публиковали. Мол, реализовывал теневые газовые схемы и с нефтью и с НДС якобы махлевал. Собственно, и на должность Кацуба попал благодаря Курченко и смотрящему за бизнесом семьи, бывшему первому вице-премьеру Арбузову. Расследование всех этих афер начали еще два года назад, но следствие долго топталось на месте. Кацубе даже оглашали подозрение. Была санкция на арест, но он сбежал во Францию. И вот новый поворот в этом деле. Мы попытались разобраться, с чем такой всплеск активности силовиков связан. Неофициально получили ответ. Во-первых, новый генпрокурор дал команду активизировать расследование по поводу грязных заработков семьи Януковича. Так что впереди новые фигуранты, связанные с Курченко, Арбузовым, Клименко. Но, во-вторых, после Майдана многие старые схемы просто перешли под новую крышу. Достаточно вспомнить, кто отец арестованного Кацубы. И в этом тоже планируют поставить точку. Еще одно громкое дело недели. Связано оно с компанией Укргаздобыча. По нему проходят 20 человек, 10 арестованы. Громкая история, наверняка вы видели ее в новостях. И выдвинуто подозрение в злоупотреблениях во время продажи газа, добытого в Украине. 3 миллиарда гривен, сумма, которая фигурирует в деле. Мол, 1,6 миллиарда вывели через фиктивные предприятия. На 1,3 миллиарда не уплачено налогов. И вот на этой неделе прошли 37 обысков. Только представьте, 37. Во Львове, Днепре, в Киеве. Ну, в том числе и в офисе народного депутата Александра Онищенко. Прокуратура просит теперь лишить его неприкосновенности. Что он сам думает об этом деле, давайте прямо сейчас узнаем. Господин Онищенко, да, вы на связи с нами. А что, скажите, вы уже ознакомились с теми обвинениями, которые выдвинуты? Как вы можете их прокомментировать? Из того, что я услышал, что мне там выдвигаются какие-то обвинения, что меня уже там называют бандитом, организатором преступной группировки, за все время НАБУ не передала мне ни одного документа. Хотя бы ознакомилась. То есть я живу, у меня есть адрес, я находился в Верховной Раде. Во вторник я был в Верховной Раде. То есть никто ко мне не приходил, никто мне не оповещал. Хотя бы, я думаю, было бы правильно, чтобы с их стороны, чтобы они пришли, хотя бы рассказали мне, о чем это говорится. Какие обвинения выняты, что, к чему и как. На сегодняшний день вот это все расследование надо делать в публичном. Я, наверное, сам пойду в НАБУ, приглашу все эти линии камеры, и будем тогда общаться с ними в публичном процессе. Чтобы никто не говорил, допустим, я куда-то убегаю, или я скрываюсь от слезти, или еще чего-нибудь. Я практически каждую неделю летаю на соревнованиях, так как являюсь членом сборной Украины по конному спорту. И у меня сейчас идет подготовка к Олимпиаде. То есть это у меня обычный режим. То есть я улетаю, возвращаюсь, улетаю, возвращаюсь. Ну, подождите, вы говорите, вы официальных бумаг не видели. Ну, из пресса, что вы явно могли узнать, в чем вас обвиняют. Вот вы можете эти факты покомментировать? Я так понимаю, что это раздули просто очередную кампанию против меня. На мой бизнес уже давно положен глаз, и в сегодняшней ситуации НАБУ просто выступает таким вот утюгом или катком с целью того, чтобы отобрать у меня бизнес. Уже со мной давно ведутся все переговоры о том, чтобы отдать бизнес или продать за какие-то непонятные деньги. Вот эта тема уже там длится в течение полугода. То были варианты с Мартынинка, что меня вызывали. Дать показания на Мартынинка после того, как я отказался. Они приехали там с обыском, ломали у меня там охрану, двери и всякие, ну, проще инциденты устраивали. То вот это я так понимаю, что создать не максимальные проблемы и уголовные дела с целью отжать бизнес. Ну, окей, ваша позиция понятна. У меня просто очень простой вопрос. Вот смотрите, вопрос о вашей депутатской неприкосновенности. Должен решать парламент. Как вы считаете, как коллеги проголосуют? Ну, в первую очередь я хочу посмотреть, ознакомиться со всеми этими документами. И знаю о том, что я здесь ни в чем не виноват. Я буду переубеждать и регламентный комитет, и парламент не поддерживать это фиктивное обвинение в мой адрес. Понятно, спасибо. Ну, вот как поступит парламент, мы будем следить. Ну, и явно не только мы. Еще одна самая обсуждаемая тема недели – это события в Николаеве. Помните задержание первого замгубернатора за взятку в 90 тысяч долларов? И его казематы под домом, где хранил все, что нажито непосильным трудом. Казалось бы, ну, теперь-то наведут порядок. Но уже через неделю после тех событий журналисты сфотографировали переписку депутата облсовета с криминальным авторитетом. После такого, как и стоило ожидать, полетели головы. Вот только некоторым чиновникам пока удается выходить сухими из воды. Наш сапкор Кирилл Ющишин знает, почему. Скандал за скандалом. Наши депутаты выберут чеку интереса. Депутаты пишут смс-ки криминальным авторитетам. Факт связей депутатов с преступным миром. Разбираться в ситуации приезжает лично президент. Результат – громкие увольнения. Сильное обмежение. Николаев остался без первых лиц во власти. Одни и о. А все началось с задержания первого замогубернатора Николая Романчука. Требовал взятку под сотню тысяч долларов. Тот самый слуга народа, который вырыл тоннели под своими четырьмя домами. В подвалах сотрудники СБУ нашли драгоценности и чемоданы с деньгами. Николаевская область никогда не была особо богатой областью. Учитывая, что только у одного чиновника не самого высокого ранга, в принципе, найдено столько. Раз в 20 можно сразу умножать и себе представлять, какие коррупционные потоки. Взятку Романчук требовал за то, что не будет мешать разрабатывать карьер с известняком. Новая неделя и новый карьер и новый скандал. Фотокорреспондент на сессии облсовета снял, как местный депутат Федор Барна пишет смс-ки некому мультику. Депутат в смс-ках после голосования отчитывался сначала до голосования и потом после о том, что они набрали такое количество голосов человеком, которого называют криминальной авторитетой. Голосовали депутаты опять-таки за разрешение на добычу камня в карьере. А скандалившийся депутат обвинил журналистов в посягательстве на личную жизнь и уехал за границу. Бойцы АТО и активисты требуют отставки. И, конечно, по-хорошему руководство облсовета, конечно, тоже должно подать в отставку. После всех этих задержаний и скандала с смс-перепиской в Николаев приехал президент. Потребовал уволить всех, кто отвечает за борьбу с коррупцией. Начал с губернатора. Президента послушались. Мы решили понять, а как же жили те, кто уже в отставке, и те, кто до сих пор в своих креслах до своей отставки. Сейчас проверим, совпадают ли декларации чиновников с тем, что у них есть на самом деле. В той стороне, буквально в 100 метрах, дом главного полицейского Николаевской области. С этой недели, правда, уже бывшего. Сейчас посмотрим. У начальника полиции в декларации дорогой автомобиль, квартира. Зато в доходах лишь одна зарплата. А вот земельного участка, на котором стоит трехэтажный дом с бассейном, почему-то нет. Экс-начальника полиции, говорят общественники, все, что касалось бизнеса, интересовало, а вот остальное нет. Мы неоднократно обращались к нему по заявлениям, которые приходили в нашу приемную. Это и по наркопритонам, это по нарушениям со стороны его сотрудников. Но, к сожалению, не было абсолютно никакой реакции. А здесь, на окраине Николаева, расположены дома семьи Николая Романчука, самого скандального чиновника, который погорел на взятке 90 тысяч долларов. Посмотрим. Из четырех домов с сокровищами в декларации Романчука нет ни одного. Интересной оказалась и декларация главы Николаевского облсовета Виктории Москаленко. У нее в декларации только двухкомнатная квартира, в которой якобы и живет. Мы нашли ее. В Москаленко в 28-й квартире уже давно никто не живет. Где же тогда ночует глава облсовета, если не в своей квартире? Загадка. Неужели бездомная? Общаться с журналистами она не хочет. А вопросов с каждым днем все больше, ведь она также, возможно, замешана в СМС-переписке с криминальным авторитетом. Все забыли о главе облсовета Виктории Москаленко, с которой Барна переписывала, и которая ему также просила сообщить о результатах голосования по карьеру. Также некому мутину. В сухом остатке Николаевская область без губернатора, без первого зама, без начальника полиции, на очереди отставка прокурора. Своё кресло пока сохраняет руководство облсовета. Область лихорадит уже третью неделю, и конца коррупционной лихорадки пока не видно. На очереди назначение новых чиновников взамен отправленным в отставку. Так что продолжение следует. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности недели. Телеканал Интер. Николаев. Ну и о ситуации с коррупцией поговорим дальше с гостем. Да, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Кирилл Куликов, человек, который два года возглавлял Украинское национальное бюро Интерпола. Вечер добрый. Спасибо, что приехали. Кирилл, я о коррупции с вами хотел поговорить. Вот знаете, сколько уже гостей было, сколько вы были в этой студии на этом же месте. Но вечная тема, к сожалению, тема очень актуальная. Ну, бог с ним, с Николаевым. Мы только что зрителям о нем говорили. Но вот сколько еще есть таких подпольных миллионеров среди чиновников? Сколько еще таких скандалов может просто взорваться в какой-то другой области, в каком-то другом регионе? И смотрите, вот неужели об этом никто ничего не знал? Вы знаете, проблема состоит в том, что мы постоянно говорим о коррупции, о какой-то коррупции. Вот она какая-то непонятная баба, это коррупция, с ней вся страна борется. Виртуальное такое понятие. Да, виртуальное понятие. И все очень модно. У нас уже построено там 10 партийных проектов на борьбе с коррупцией. Коррупция вещь персонифицированная. Она имеет свои имена. За коррупцией стоят высшие эшелоны власти. И это совершенно понятно. Она имеет имена. Вот на этой неделе мы наблюдаем о том, что идет борьба с коррупцией прошлого режима Януковича. Очень звучат достаточно громкие имена. Но в этом режиме есть тоже имена. То есть в этом правительстве есть имена, которым есть масса вопросов. Будем надеяться, что это будет продвигаться. И не только по старым бить по хвостам, а будут бить по тому, что происходит именно сегодня. Есть статистика. Эту статистику подготовила международная организация Transparency International. Ну и вот его исследование показало, что чем больше сумма фигурирует в уголовном деле, тем больше вероятность, что взяточник останется на свободе. Результат ошарашивает. По данным Transparency International за решеткой остается только пятая часть чиновников, которых судили за вымогательство. Большинство, ну то есть четыре пятых, оправдали. Либо дали испытательный срок, либо вообще они отделались штрафами. И в лентах новостей фигурируют сотни тысяч долларов. Вот средняя взятка в Украине, посчитала международная организация, 40 тысяч гривен. Чиновник, человек, сомневающийся в стабильности национальной денежной единицы, поэтому они берут взятки в основном не в гривнах. Это раз. А второй момент. Мы же с вами живем в этом мире, мы ходим в нашем городе, мы знаем прекрасно. Вот этот магазин этого чиновника, это контролируется этим чиновникам. Это все говорится шепотом, и мы уже стали это воспринимать совершенно нормально. Оказывается, у нас у всех чиновников суперодаренные жены. То есть до того, как он стал чиновником, она или не работала, или была там мелким клерком в бухгалтерии, потом после того, как он становится... После этого все таланты раскрылись, да? Раскрываются резко таланты. Жены и дети просто настолько надо их собрать, это просто какая-то силиконовая долина. Эти люди делают такие деньги, которым просто там в Уолл-стрит надо мечтать. Хорошо, но вот мы с вами шутим, а этих всех людей может собрать те новые антикоррупционные структуры, которые сейчас создаются в Украине. Но национальное антикоррупционное бюро запустилось. Запустилось. А национальное бюро расследования должно появиться? Вы знаете, ну прежде всего, момент построения всех этих антикоррупционных структур был по принципу, от нас требуют наши европейские партнеры, нате подавитесь. Очень важно, чтобы в момент того, когда государственное бюро расследования будет создано, не пропали дела, потому что тут есть свои процессуальные нормы, и которые должны вести, должно быть четкий, плавный переход вот этих дел к государственному бюро расследования. Это раз. И второй момент, который тоже очень важен, чтобы четко определили компетенцию всех этих органов. Кто чем занимается? У НАБУ своя работа, у службы безопасности своя работа, там где есть следствие, у прокуратуры следствия нет, у нее своя работа, у государственного бюро расследования своя. То есть, чтобы четко было ясно, кто за что отвечает. Вы знаете, важно еще, чтобы были, ну уж простите меня на слове, на моем эфире, но важно, чтобы были резонансные посадки, важно, чтобы люди поверили в то, что вот эти все новосозданные структуры, они способны не только мелких чиновников, там в какой-нибудь Николаевской области зацепить. Есть пример, я прерву вас, мы еще успеем это обсудить, есть пример Румынии, Румынии, где вот эти все новосозданные механизмы заработали, ну, не скажу эффективно, надо с этим разбираться, но, по крайней мере, достаточно резко и достаточно активно. Наш спецкор Роман Бачкала как раз там и расскажет о том, что происходит совсем неподалеку. Это не кадры из голливудского боевика, это будни румынских борцов с коррупцией. Они безжалостны к любителям взяток, с ними невозможно договориться. Что ни день, громкие задержания. Министр регионального развития, министр транспорта, мэр Бухареста, губернатор, мэр Констанцы, брат бывшего президента Румынии, самая крупная рыба. Его осудили на этой неделе. Брат Трояна Басеску, Мирча, был приговорен к четырем годам тюрьмы за шантаж и извлечение выгоды из влияния. Все это дело рук детективов местного антикоррупционного директората, прообраза нашего НАБУ. Румынские высокопоставленные чиновники ходят в местное антикоррупционное бюро как на работу, поэтому здесь всегда полно журналистов. Вот, например, в наручниках доставили крупного бизнесмена. Он вступил в сговор с чиновниками и вдвое завысил стоимость своих услуг. За это его точно посадят. Здесь шутят. В эти двери можно войти, но не выйти. Для коррупционеров это чаще всего билет в один конец. Но путь к такому наступлению на коррупцию был небыстрым. Ситуация в Румынии в чем-то похожа на украинскую. Годами уровень коррупции зашкаливал. Эпохальная для антикоррупционной войны встреча произошла в Сногове. Эдакая румынская Межигорье, бывшая резиденция Чаушеску в 30 километрах от Бухареста. Именно здесь в 96-м году собрались лидеры румынского государства и решили, дальше так жить нельзя. Курс на вступление в Евросоюз подстегнул местных чиновников и депутатов. Наши власти просто были вынуждены начать бороться с коррупцией, иначе нас бы не взяли в Евросоюз. Теневые потоки, схемы, фиктивные сделки. Пришлось от этого постепенно отказываться. Первые четыре года особых результатов не было. Поэтому вам, украинцам, не стоит опускать руки. Результаты придут. На початковом этапе им також не вдавалось одразу. А потом, когда уже набули опыт, когда приняли соответствующее законодательство, то все это в комплексе дает результаты. Юлиан Кифо – один из основателей румынского прообраза НАБУ. На уровне государства был сформулирован месседж – коррупция – это угроза национальной безопасности. И с тех пор все государственные институции, включая спецслужбы, стали бороться с этим явлением. Сначала могли похвастаться лишь сотни дел в год и малоизвестными именами. Теперь дел тысячи и фамилии, одна громче другой. Только за последние три года, за взятки и откаты, посадили пять генералов, двух лидеров партии, 16 министров, два премьера и 25 депутатов. Теперь у румынов все прозрачно, декларации чиновников в открытом доступе. В Украине о таком реестре пока только разговоры. Если чиновник не может объяснить источник происхождения средств, его имущество конфискуется. К примеру, наш министр финансов лишился по этой причине миллиарда лей. Это почти 250 миллионов долларов. Местных борцов с коррупцией боятся не только чиновники, но и олигархи. Это дом одного из самых богатых граждан Румынии Джейджи Бекали. Но от тюрьмы за махинации его не спасли ни миллиардное состояние, ни могущественные связи. Недавно Бекали освободился и, говорят, вернулся в свои позолоченные хоромы. Но на публике не показывается. Сейчас у нас действительно могут посадить любого. Нам удалось изменить само отношение к коррупции. Но главное, считает активистка, румынские борцы с коррупцией полностью независимы. Спасибо за доверие. Мы будем продолжать в том же духе. Их зарплаты исчисляются в тысячах евро. Иммунитет неприкосновенности в течение пяти лет. Мы не Молдова и не Мексика. Главу нашего антикоррупционного директората невозможно уволить, если кому-то что-то не нравится. Из самой коррумпированной европейской страны Румыния уверенно вырвалась в лидеры по борьбе с ней. Уровень доверия населения к антикоррупционным институтам свыше 70%. Больше, чем к церкви. Коррупция, конечно, остается, говорят румыны, и улыбаются. Зато лидеры в Европе теперь уже не мы, а вы, украинцы. Роман Бачкала, Владлен Ноль, Ирина Дьяченко. Из Румынии. Подробности недели. Телеканал Интер. С Кириллом Куликовым, напомним, мы происходящее обсуждаем в студии. Кирилл, ну почему? Румыния, которая, в принципе, ну никто же к ней не относился, там, чего греха таить серьезно в Европе, вот пошла на такие крайние меры, жесткие меры, а мы не можем. Они очень просто стали подходить. Они же арестовали главу антикоррупционного бюро. То есть вот так дожила коррупция, что они арестовали главу в Румынии. И в один из дней было арестовано порядка трех тысяч чиновников румынских. Вот в один из дней это решилось. То есть важно, что Румыния боролась не со старым своим наследием, там, не каких-то чиновников, Чаушеску, а действующих. Вот этот вопрос. То есть на сегодняшний день у нас вопрос состоит в отношении действующих. Мы видим, что в стране, то, что вы называли Transparency International, уровень взяток вырос. Будем надеяться, что вот уже критическая масса вот этих органов, людей созданных, приход новых людей. Я очень хочу надеяться, что пришли люди, для которых это государственная служба, это его личный вызов. На государственной службе нельзя стать богатым. На государственной службе можно получить удовольствие от того, что ты расскажешь детям, что ты что-то сделал для страны. Создать себе имя, создать репутацию, но не капитал. Что-то ты сделал для страны. Стать богатым нельзя на государственной службе. А у нас наоборот, у нас другая совершенно концепция. На государственную службу у нас идут исключительно для того, чтобы получить определенные преференции. Спасибо за разговор. Будем ставить точку, но и будем надеяться на перемены. Кирилл Куликов был у нас в студии. Спасибо, что пришли. Ну и знаете, слово «коррупция» очень часто звучит. Вот сегодня в программе, чуть позже будет интервью с господином Расмуссоном, теперь уже советником президента Украины, бывшим генсеком НАТО. Я спросил его, а в чем главная проблема Украины. Но он тоже сказал одно единственное слово. Коррупция. Ну а Европа, похоже, все меньше верит обещаниям. Если раньше нас поддерживали, ну скажем так, на волне сочувствия, то теперь все чаще, все больше смотрят. А у нас-то с вами в стране что происходит? Как с коррупцией боремся? Как решаем ситуацию с контрабандой на границах? Обещали сделать это очень давно, много разговоров было, но только сейчас, похоже, принялись за дело. Правительство создало так называемые «черные сотни». А вот чем они будут заниматься? Разбирался наш спецкор Лена Зорина. Модные телефоны, продукты, алкоголь, машины. А еще сигареты, дерево и янтарь. Их прячут в автомобилях. И даже под дипломатическим прикрытием такие грузы не проверяют. Муж первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лещишин только за один раз перевозил сигарет более чем на полмиллиона гривен. Но вот настоящее ноу-хау. Таможенники документы выдают, а в официальную базу не вносят. Мы первый раз столкнулись с таким, что вроде бы все нормально, и бланки, и печатки, и все, а в базе данных нема. На границы правительство отсылает так называемые «черные сотни». Это мобильные группы, куда входят пограничники, таможенники, налоговая милиция и полицейские. Зарплата минимум 30 тысяч гривен, максимум 50. Кабмин хочет ударить высокими зарплатами по соблазну брать взятки. Хай приходит еще сотня, и черная, и синяя, и голубая. Мы не соперечуем, только чтобы было с этого результат. Правительственные отряды уже на передовой контрабандного фронта. Село Нижние Ворота, въезд в Закарпатскую область, казалось бы, 30 километров от границы с Румынией, но уже здесь начинают следить, чтобы ни один контрабандит не проскочил, или наоборот, беспрепятственно проехал. Полиция, пограничники и таможенники, но обыскивают почему-то далеко не всех. Контрабанда – это миллионные прибыли. Тяжелая ноша, легкие деньги, весит вот такой груз контрабандиста, как мешок с сахаром, 50 килограммов, а зарабатывает при этом 500 гривен. Их называют бегунами, бобрами, оленями и даже водолазами. Все из-за изобретательности. Сигаретный груз доставляют через реку, лес и по воздуху на дельтапланах. Оснащению даже пограничники завидуют. Закупливают специальные засобы, а самые гидрокостюмы, те же самые тепловизоры. В Киеве громко топнули ногой. Крыши у контрабандистов больше не будет, да и у самих дельцов наступят тяжелые времена. Но вот пункт пропуска Дьякова. Границы с Румынией и Челноков с контрабандой задерживают чуть ли не каждый день. Правда, не всегда рыба крупная, да и чаще всего нарушители отделываются штрафом. Еще километр и другая страна. Вон за тем лесом уже начинается Венгрия. А вот на этой горе в приграничном селе частная наблюдательная вышка, откуда можно просчитать безопасный маршрут для контрабандистов, ведь действия пограничников видны как на ладони. Таких вышек здесь несколько. Для этого даже парадокс. Землю на границе приватизировали не без помощи местной власти. Самодельный шлагбаум, тут же несколько вагончиков. Охрана прячется в лесу. Вот такой вид с высоты хозяева вышки появляются ночью. Столичные борцы с контрабандой сюда так и не добрались. Трупы контрабандистов не зарастают. За деньги дельцы готовы перенести все, что угодно. Просят 30 тысяч гривен. Но если тайную тропу можно и не заметить, то как не увидеть вагоны с лесом, которые перевозят через границу? Мы сейчас направляемся в Великобрезнянский лес. Это в 40 километрах от Ужгорода место самой масштабной незаконной вырубки. Только по официальным цифрам, представьте, оттуда вывезли 100 машин с деревьями и до сих пор продолжают. На грузовиках преодолевают тропы, по которым даже пешком идти трудно. Они работают оперативно, преважно в ночной час. Сейчас затишье на станциях стоят в составе с лесом. Ехать дальше за границу нельзя, слишком много внимания. Назад тоже не возвращаются. Похоже, ждут какого-то особого момента. Так не станет ли контрабандное затишье временным? Просто людина не будет крышевать бизнес. Не там ищите, говорит губернатор Закарпатия Геннадий Маскаль. Сейчас в регионе, рассказывает Маскаль, полно столичных проверяющих. Но смогут ли эти 9 на 1 разорвать коррупционную паутину, которую плели годами? Константин Лекарчук еще год назад работал в фискальной службе. Раскрывает объемы всех заработков. Таможня дает в государственный бюджет где-то 200 миллиардов гривен в год. 40-50% от этого где-то теряется. Чем закончится эксперимент с правительственными черными сотнями? Показательными увольнениями или действительно реальными посадками? Скоро увидим. Что касается фигурантов украинской контрабандной дипломатической истории, то это дело получило такой резонанс, что уволили не только первого секретаря посольства, чей муж и провозил контрабандные сигареты, но и послал Украину в Словакию. Однако контрабандный канал под дипломатической крышей до сегодняшнего дня работал. На том же Закарпатье, на пропускном пункте Дьякова, вы видели его в сюжете Лены Зориной на границе с Румынией, украинские пограничники обнаружили очередную контрабанду. 29 тысяч пачек сигарет их перевозили в своем Мерседесе. Сотрудники посольства Монголии в Российской Федерации. По документам это якобы значилось как дипломатическая почта, которую доставляли из Москвы в Рим. Была и оперативная информация, но когда пограничная собака, обученная искать табак, начала лаять, таможня решилась на обыск. И пока с табачной эфирой более-менее разобрались, в Украине назревает еще одна квартирная. Дело в том, что уже с 1 июля нам с вами придется платить налог на недвижимость. Привет из прошлого от правительства Камикадзе, которое такой подход активно продвигало. Если площадь вашей квартиры больше 60 квадратных метров, а это не так и много, то налог придется заплатить. Если у вас частный дом, его площадь превышает 120 метров, тоже придет квитанция на оплату. Вроде немного, где-то 25 гривен за каждый лишний метр. Но если все просуммировать, да еще и учесть, что коммуналка все время дорожает, то для многих эта налоговая платежка может оказаться проблемой. Что удивительно, платить заставят даже за развалюхи подвалы, гаражи и сараи. И многие, конечно, пытаются этого всего избежать. В налоговой арифметике разбиралась Елена Митяцева. Тачки, дачки и квартиры – все это попадает под налог на роскошь. И если к автомобильным сборам мы начали привыкать еще в прошлом году, то налог на недвижимость готовьтесь осваивать в июле. Дорогие киевские пентхаусы и сарайчик глубинки. Ну, казалось бы, что здесь общего? Но, по мнению реформаторов из прошлого правительства, и за роскошную жизнь, и за сельскую убогость плати одинаково. Налог, он не может быть нормальным и справедливым. Налог облагается в домик, допустим, в селе, который находится в 600-м от Киева, и в Кончезаспе по одинаковым нормам. Все рубил сам. Мне до государства не попало ничего. Ему ничего не нужно было, зато государству теперь нужно без налога только 120 квадратных метров, если это дом. За 30 квадратов излишка придется платить. Плюс сарай, летняя кухня, погреб, курятник. И даже сельский туалет для налоговиков и тот с гордым названием «Объект недвижимости». Петр Бойко подсчитал, сложил и выходит 700 гривен в год налога. Я не понимаю. За что жить? У меня уже коммунальные, за что платить, потому что у меня такая пенсия. А если что, это добавится. Налоговая реформа вроде как нацеливалась на дворцы и дорогие квартиры, но, похоже, снова ошиблась адресом. Мы живем в квартире 84 квадрата. Двушку в новострое Юлия сейчас бы с радостью сменила на метры побольше. Ей с мужем и тремя детьми здесь уже тесновато. Но даже такой семье придется делиться с государством. В принципе, там выходит небольшая сумма. К счастью, у меня есть муж. Если бы мужа у меня не было, меня бы эта сумма пугала. Кому и сколько платить? Со дня на день придут письма счастья. 2% от минимальной зарплаты в этом году и 3% в следующем. Арифметика простая. За 60 квадратных метров платить ничего не придется. А вот если вы владельцы квартиры побольше, за каждый метр свыше выложи до положи 24 гривны. К примеру, за квартиру 80 квадратом вам придется заплатить 500 гривен налога в год. Что для простого человека дорого, для депутатов, тех, которые и голосовали за налог на роскошь, копейки. Сегодня этот податок мизерный. Да и что там говорить. У большинства в парламенте вообще нет недвижимости. Все арендуют. Правда, это только в декларациях. А так, если поискать... Я вообще-то не великий прихильник податку на майну. Я, конечно, буду платить безостережно. Не можем купить себе квартиру, поэтому уже 10 лет и платим опозитку. Любой закон можно обойти. И у этого тоже есть слабые места. Занято. Платить налог не придется, если разбросать так называемые лишние метры на родственников. Но стоит ли это того? Квартирный вопрос рассорил не одну семью. Но есть и более простые щели в законе, опробованные годами теми же депутатами, прокурорами, чиновниками. Есть европейский опыт, когда люди строят дом и не вводят его в эксплуатацию. Почему? Потому что налогообложениями подлежат объекты, находясь в эксплуатации. А тем временем налоговики уже потирают руки. 4 миллиарда гривен пойдут в местные бюджеты. Не заплатишь налог – готовься к штрафу. До 30 календарных дней, если он не уплатил, принимается 10%. Свыше 30 календарных дней принимается 20%. И уже строят планы. Деньги, мол, отправим на ремонт дорог. Только вот где гарантия, что дойдут они по назначению, а не задержатся в чьих-то карманах? Елена Митясова, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник, Сергей Ведмитий, Павел Лысенко. О подробности недели – телеканал «Интер». Мы далее прервемся на 10 минут рекламы, после чего не переключайте, ведь мы поговорим вот о чем. Он решал судьбу НАТО, а теперь советует украинцам. Андерс Фог Расмуссен. Эксклюзивное интервью. Больничная пробуксовка. Кто вылечит украинскую медицину? Неспортивное поведение. Что стоит за футбольным хулиганством на Евро-2016? Больничная пробуксовка. Кто вылечит украинскую медицину? Неспортивное поведение. Что стоит за футбольным хулиганством на Евро-2016? На грани развода. Британский референдум за или против выхода из ЕС. Европа в напряжении. Вечер добрый. Это подробности недели. Вторая часть программы. Я Дмитрий Анопченко. Спасибо, что смотрите. Страна словно перед экзаменом. Уже через неделю, 27 июня, в Брюсселе состоится мини-саммит Украина-ЕС. Петр Порошенко встретится с тремя лидерами Евросоюза. Президентом Европейского Совета, президентом Еврокомиссии и президентом Европарламента. Пригласят и ключевых еврокомиссаров. Киев поставит вопрос о безвизовом режиме. Мол, хватит тянуть. Европа, понятное дело, спросит о реформах. Мол, а вы-то что для этого сделали? Это ведь Украина хочет в ЕС, а не наоборот. Мини-саммит явно будет во всех новостях, но пока до этой встречи остаются еще 8 дней. В закрытом режиме, неофициально, без прессы будут идти последние консультации. На самых разных уровнях. К ним теперь, по-видимому, подключится и Андерс Фог Расмуссен, экс-глава НАТО. Политик высочайшего уровня, который согласился стать советником Петра Порошенко. Как он сам видит свою задачу. Я узнал это из первых уст, пообщавшись с человеком, который теперь будет помогать Украине. Пригласить его в качестве советника сочли бы за честь и бизнесмены, и политики. Андерс Фог Расмуссену, 63 года. Последние пять, с 2009 по 2014 он возглавлял Североатлантический альянс. Несколько поколений его семьи обычные фермеры. И лишь Андерс получил экономическое образование и пошел в политику. Восемь лет был премьером Дании. Привел свою страну в ЕС. Вершиной карьеры стало предложение возглавить НАТО. И вот теперь, после отставки, он советник украинского президента. Здравствуйте. Доброе утро. Вы говорите по-украински хоть немножко? Нет. Ну, видимо, пока еще нет. Хорошо, начнем. Как новый советник украинского президента? Какой первый совет вы ему дали? Я посоветовал стратегию так называемых «быстрых побед». Провести те реформы, результаты которых люди смогут оценить и почувствовать немедленно. Расмуссен знаком с Порошенко довольно давно, еще с тех времен, когда датчанин возглавлял альянс. И он может себе позволить роскошь общаться с президентом откровенно. А какие отношения у вас с президентом? У нас очень хорошие отношения, и я могу говорить ему правду. То, как вижу ситуацию, президент дает мне необходимое пространство для маневра. Так что у меня есть полная свобода действий. У Расмуссена отличные отношения с первыми лицами по всему миру. Достаточно сказать, что на должность в НАТО его лично Барак Обама выдвигал. Так что он именно тот человек, который теперь сможет обсуждать украинскую тему на самом высшем уровне. И в США, и в Европе, и при необходимости в России. Я действительно вижу свою задачу, как улицу с двухсторонним движением. Конечно же, я буду продвигать украинские взгляды на Западе. Несомненно, такие интересы есть, и их нужно продвигать. В то же время я буду собирать месседжи, адресованные Украине странами Запада, и передавать их лично президенту и его администрации. С тем, чтобы вы здесь, в Украине, четко понимали, что на Западе думают и каковы их приоритеты. Андерс Фокрасмуссен признается мне, за его работу украинцы не заплатят ни копейки. Мол, если возникнет необходимость компенсировать какие-то расходы, обратиться за частным финансированием. С Брюсселем и со своим преемником, норвежцем Столтенбергом, свое назначение Андерс не обсуждал. Это малоизвестно, но когда чиновник такого уровня уходит из НАТО, он не дает Альянсу никаких обязательств. Кроме одного единственного, не разглашать военные тайны. Но для Киева он будет совсем не военным экспертом, а политическим советником. Мне важно подчеркнуть, что я здесь не только для консультаций по безопасности. Мой мандат намного шире. Я буду использовать свой опыт работы премьер-министром Дании, моего сотрудничества с ЕС. Конечно, безопасности НАТО тоже являются частью моего мандата, но он намного шире. Одна из главных задач в этом мандате – подтолкнуть реформы, промедление с которыми зачастую и портят отношения Киева с Западом. Думаю, одной из моих задач будет дать четко понять и президенту, и правительству, что если не будет реформ, то в будущем они потеряют поддержку не только в западных столицах, но и среди своих же граждан. Поэтому реформы так необходимы. Вы не можете прикрывать их отсутствие российской агрессии на Востоке. Какой бы важной эта проблема ни была, нужно сосредоточиться на реформах. Вы считаете коррупцию проблемой номер один для страны на сегодня? Это действительно так. Коррупция развращает любое общество. Поэтому вам надо сосредоточиться на коррупции, точнее на борьбе с ней, и это даст экономический прогресс. Противостояние на Донбассе для Расмуссона тоже тема не новая. В разгар конфликта, как первое лицо НАТО, он ежечасно получал сводки о происходящем. Обо всем этом мой собеседник знает так много, но сосредоточиться все же предлагает на мирном плане. Вы считаете, что минские соглашения могут быть полностью выполнены? Мне ясно, что Россия должна вывести свою военную технику и, по сути, свои войска с Востока Украины, и должна прекратить поддержку сепаратистов. Вы должны восстановить свой контроль над российско-украинской границей, и потом обмен, конечно. А Украина должна выполнить свою часть соглашения, в частности, осуществить децентрализацию. Вопрос ведь в том, как это можно сделать. Вот президент заявлял о планах использовать полицейскую миссию ОБСЕ. Это может сработать? Конечно, это одна из возможностей, я ее поддерживаю. Я знаю, что недавно Путин также позитивно отзывался о таком варианте. А значит, нужно двигаться дальше. Дома в Дании Расмуссон по-прежнему популярен. Там у него семья, трое детей и шестеро внуков. Жена, с которой они вместе вот уже 38 лет. Любимое хобби – бег и велосипед. Но для тихой, спокойной жизни в Копенгагене, о которой так мечтала его супруга, все-таки еще не время говорит. Ведь теперь он – постоянный пассажир рейсов на Киев. Могу я задать вам личный вопрос? Как человек с огромным политическим опытом, почему вы решили помогать Украине? Для этого были еще и личные мотивы? Я очень искренне чувствую, что должен поддерживать Украину настолько, насколько могу. И когда президент попросил стать его советником, я сказал, «Да, конечно, если вы чувствуете, что я могу помочь Украине, я буду это делать». Спасибо большое за субтитры. Спасибо. Ну а помощь в стране нужна, хотя бы потому, что в самом ЕС все больше и больше своих проблем, а значит и меньше желания разгребать чужие. Уже на следующей неделе, в четверг, 23 июля, в Великобритании будет голосовать, выходить ли из состава Евросоюза. И то, что еще не так давно казалось неудачной шуткой, мол, кто за такое проголосует. Сейчас все больше становится реальностью. Ну вот, к примеру, последний опрос общественного мнения. Его провели после того, как просто возле своей приемной в родном для нее округе погибла депутат британского парламента Эллен Кокс, которая агитировала за то, чтобы страна осталась в составе ЕС. Преступник расстрелял ее в упор, а затем еще и ножом ударил. Но даже после этого лишь 45% опрошенных хотят, чтобы Великобритания оставалась в Евросоюзе. 42% четко сказали нет. Если уже через 4 дня сторонников Brexit выхода из ЕС окажется больше, как изменится Европа? И чем нам с вами это угрожает? Наши корреспонденты с последними прогнозами перед тем, как все станет ясно. Если британцы скажут «да» выхода из ЕС, многие из них будут праздновать. Но уже на следующее утро наступит похмелье. Национальную валюту и фондовый рынок ждет серьезная встряска. Фонд стерлингов начал падение еще тогда, когда опросы показали, что британцы склоняются к решению выйти из ЕС. А уж когда это станет реальностью, даже премьер Британии не берется сказать, на какой отметке остановится падение фунта. Неизвестность это то, что больше всего пугает Британию. Да и весь мир, который следит за решением здесь, на островах. За всю историю Евросоюза ни одна страна его не покидала. А поэтому существует ли будущее после ЕС, Британия выяснит первой. Прогнозы один хуже другого. Анализ показывает, что выход из Евросоюза будет дорогостоящим и в первое время из-за неопределенности последствий, и в долгосрочной перспективе. Брекзит этого слова нет ни в одном англо-немецком или, например, англо-французском словаре. Но зато это понятие быстро и прочно вошло в лексикон жителей Евросоюза. Британия плюс выход новая реальность для всей Европы. Новую реальность сразу же начали оценивать. Вернее, считать, кто выиграет и кто проиграет от Брекзита. Первое, на чем точно сэкономят в Евросоюзе, это субсидии для британских фермеров. Каждый из них получал от Евросоюза до 30 тысяч фунтов в год в пересчете на евро 38 тысяч. Деньги лишними не бывают. Тем более в экономной Германии, одном из главных доноров общеевропейского бюджета. Сторонники выхода Британии из ЕС мечтают, если избавиться от давления из Брюсселя, новые мигранты на Туманный Альбион не доберутся. Как минимум те, кто уже на подходе к английским берегам из Ливии и Сирии. И теперь просто ждут, когда же можно попасть в Лондон и другие британские города. Но по факту именно членство Британии в ЕС сдерживает этот миграционный поток. Британские пограничные пункты даже находятся на территории соседней Франции. И только благодаря этому мы не видим на английских пляжах картинку, как в Греции. Президент Аланта уже предупредил, как только Британия захлопнет за собой дверь, Франция откроет свою и не станет сдерживать желающих доплыть до британских берегов. На обложке британские флаги. Тема номера не только на привычном немецком, но и на английском. Please don't go. Самый влиятельный еженедельник Германии Дершпигель просит британцев остаться. И объясняет, почему это важно для Германии. Но в Европе шутят, если немцы чего-то хотят от британцев, то для последних это всего лишь еще один стимул уйти. Мол, активность Берлина на Туманном Альбионе воспринимают как угрозу для собственных амбиций. Британская пресса даже сплетничала. Якобы выход Британии из Евросоюза поддерживает лично королева. Но чего же будет стоить Британия сама по себе? Пока британцы играли на противоречиях в Евросоюзе, Лондон оставался одним из главных экономических центров мира. А недвижимость там хотел купить себе почти каждый первый богатый человек. Сейчас британский рынок недвижимости замер. И в Германии уже поговаривают, мол, теперь самым привлекательным городом в Европе может стать Берлин. Уже в первое воскресенье после Брекзита в Брюсселе могут собраться лидеры всех стран ЕС. А Британия впервые не окажется в списке приглашенных. Вопрос один. Что делать дальше? Пример Британии может оказаться заразительным. Венгрия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и даже Франция. Высока вероятность. Там тоже заговорят, а не выйти ли из ЕС. Но если кому-то кажется, что этот развод – внутреннее дело Евросоюза и не повлияет на соседние страны, такие как Украина, то достаточно будет сказать только одно слово – санкции. Сохранять давление на Россию европейцам удавалось тогда, когда британцы поддерживали идею санкций. Германия, страны Южной и Центральной Европы занимают куда более мягкую позицию. Там говорят, мол, бизнес тоже важен. Автомобили, а еще химия и электроника. Каждый год Германия экспортирует на британский рынок товары на сумму 90 миллиардов евро. Или вот еще такой пример. Один из своих автомобилей, концерн BMW, производит на Туманном Альбионе. И он наверняка подорожает. Чтобы ввести эту машину в Евросоюз после Брексита, нужно будет платить пошлину. Еще один вопрос, что делать нескольким миллионам британских граждан, которые работают в странах Евросоюза. Сейчас, чтобы перебраться и трудоустроиться, например, в Германии, им нужно только желание и британский паспорт. Мне интересно, что будет в случае Брекзита. Нужно ли мне будет получать специальное разрешение на работу? Будет ли признан мой диплом? Годы напряженных переговоров. Это может быть один из тех разводов, о котором будут вспоминать еще долго. Раздел имущества и правила общения будут обсуждаться вплоть до самых мелких деталей. Британцы хотели новостей о том, что жить станет легче, а получат ежедневные сводки с дипломатического фронта. Конечно же, все это ослабит голос Британии в мире. Влиятельность нашей страны в ключевое время в мировой истории. В первое время после референдума Британия еще формально останется членом ЕС. То есть будет обязана подчиняться европейским органам и законам. При этом у британцев не будет права голоса и влияния на общие решения. Вполне вероятно, что когда-то англичане могут еще пожалеть о Брекзите. Вот только вернуться в Евросоюз на своих условиях точно не удастся. Что интересно, немаловажным аргументом за пребывание в Великобритании в ЕС может стать, что бы вы думали. Да-да-да, футбол. Ведь если страна уже сейчас не была бы в ЕС, для поездки на чемпионат английским болельщикам пришлось бы получать визы. Ну а кто бы их выдал, зная крутой нрав этих футбольных фанатов и их любовь к дракам. Плохие парни Европы. Кто они и зачем дерутся? Наш европейский корреспондент София Гордиенко прямо сейчас следит за Евро-2016. И специально для подробности недели присмотрелась к болельщикам. За кажущимся духом свободы беспрекословная подчиненность группе, бритые затылки, темная одежда, играют в воинов, сражаются вокруг футбольных матчей, трофеи, фото и видео в интернете с хвастливыми подписями, плюс отобранные у соперников флаги. Их лица закрыты или закрашены краской, ведь все такие снимки – улики в суде. Как это видео с камеры, прикрепленной прямо на одном из участников российско-английской стычки в Марселе. Фанаты не шли стенка на стенку, россияне просто бежали по городу и избивали одиночек. Один из пострадавших скончался в больнице. Именно эти кадры и стали доказательством вины россиян во французском суде. Ничего нового в футбольных потасовках нет. На стадионах стреляли, как в 1968-м в Буэнес-Айресе, давили друг друга, как это случалось в Бельгии, Британии и Греции. А в 1969-м даже вспыхнул военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом, после того, как он не прошел отборочный тур на чемпионат мира. Погибло 3000 человек. С тех пор футбол стал менее кровавым, но полностью отказаться от удовольствия похулиганить и подраться фанаты не могут. Стране-хозяйки Евро-2016 Франции определенно не везет. Полицейские готовились охранять гостей от терактов, а приходится едва ли не каждый день отбиваться от самих гостей. На днях венгры прямо на стадионе напали на исландцев. Неделю назад в Лиле немцы атаковали украинцев. Олег Солдатенко, лидер фан-клуба Львовских Карпат, говорит, это нормально. Такой у ультрасов стиль. Радикальные ультрасы немецкие свідомо приехали, показали, что они есть в целом свете. Просто это была, ну, у них такая культура поведенки, ну, как культура, ну, это у них такой стиль. Это у них такой стиль, они просто показали, что они есть, что они существуют и что их нужно бояться. Показавшие свой стиль россияне были арестованы и депортированы из Франции. Еще трое получили реальные сроки. Сборную России даже условно дисквалифицировали. Если ультрасы устроят еще одну массовую драку, сборную просто выгонят с чемпионата. Впрочем, похожим на смену культуре ультрас приходит другая культура – позитивных фанов. Я из армии зелено-белых. В этом году это ирландцы. Их легко было узнать по зеленым костюмам. Да здравствует Ирландия! Это разница между британскими и ирландскими фанами. Мы можем колесо поменять. Они и машину французским пенсионерам починят, и мусор за собой в Париже уберут, чтобы подсобить коммунальщикам, которые, как и ирландские болельщики, тоже носят зеленую униформу. Но самые трогательные кадры из Бордо. Ирландцы укрылись от дождя в тоннеле, заблокировав проезд. Полицейские попросили их уйти, а те запели песню на мотив «Петшобойс». Стражи порядка так растрогались, что болельщиков снимали на видео, а в конце концов запели сами. Удивительное дело, но ирландцы после всех потасовок и драк сумели добавить в Евро-2016 атмосферу именно праздника спорта вместо привычной футбольной «войны всех против вся». Вопрос только в том, научатся ли этому болельщики из других стран. Ну а пока не все так миролюбивы, как ирландцы, приходит информация, что в Тулузе усиливают меры безопасности. Ну, все знают, завтра здесь Россия играет с Уэльсом. И вот, как говорят во Франции, тулузский стадион теперь в зоне риска. Ограничивают работу баров, ресторанов, но кое-где даже запрещают вообще продажу алкоголя. По данным полиции, могут приехать до 10 тысяч фанатов с каждой стороны. И еще одна футбольная новость. В прессу просочилось, что руководство Федерации футбола Украины намерено предложить Андрею Шевченко пост тренера национальной сборной. Нынешний тренер Михаил Фоменко, по-видимому, покинет должность сразу после окончания Евро-2016, в том числе и из-за того, как сыграла наша сборная. Как обычно, в этой программе говорим не только о подробностях уходящей недели, но и о том, что просто в эти минуты происходит. Так вот, в Измаиле, это Одесская область, чрезвычайная ситуация. Уже больше трех сотен человек получили отравление. Свыше двухсот госпитализированы, среди них очень много детей. Дунайская больница переполнена. Пациентов теперь даже в травматологии принимают. Полиция начала расследовать дело. В чем же причина? Давайте прямо сейчас узнаем у нашего одесского корреспондента Андрея Анастасова. Он с нами выходит на связь. Андрей? Да, видим тебя, спасибо. Скажи, но вот последняя информация. Каковы цифры? Как много пострадавших? Как много тех, кто в больницах? Свежие цифры. Начиная с пятницы кишечной инфекцией заразились уже 373 жителя Измаила. Только сегодня за медицинской помощью обратилось около 100 человек. 228 заболевших детей. Их иммунитету сложнее всего противостоять недугу. Примерно две трети заразившихся госпитализированы. Остальные лечатся дома. Сегодня все они, все те граждане и дети, которые находятся на лечении, их стан здоровья выозначен как средней важности и в легкой форме. То есть сегодня пациентов, которые бы имели загрозу жизни, их нет. Сегодня стали известны результаты лабораторных анализов. Они показали, что причиной такой мощной вспышки заболеваемости стало сразу несколько инфекций. Найдена и кишечная палочка. Весь этот букет попал к людям вместе с питьевой водой. И теперь главный вопрос, каким образом там оказались опасные микроорганизмы. Основная версия такая. После прошедших на днях в Измаиле мощных ливней были затоплены модильники, дворовые туалеты. И затем эти загрязненные потоки просочились в водопровод. Возможно, из-за изношенности сетей. Сейчас их усиленно обрабатывают хлором. Будет проводиться протягом тижня в высоких дозах хлорувания воды. А эти дозы шкодны для людей. Поэтому вживать эту воду не можно. Они токсичные. После того, как происходит промывание, вы будете в обычном режиме пользоваться этой водопроводной водой. Андрей, в самом городе какова атмосфера? Есть ли паника? Есть ли попытки, может быть, спекулировать питьевой водой? Что там вообще происходит? Нет, паники, как таковой, не наблюдается. Лекарств пока хватает. Правительство выделило дополнительные средства на закупку медикаментов. Премьер-министр Владимир Гройсман распорядился принять срочные меры для ликвидации ЧП. И сейчас в Измаиле просто настоящий медицинский десант. Со вчерашнего дня в городе введено, объявлена чрезвычайная ситуация. Закрыты все рынки, кафе, рестораны. В детских садах объявлен карантин, а в магазинах очереди за водой в бутылках. Были единичные случаи завышения цены на бутылированную воду. Мы сразу реагируем. Сотрудник управления экономики выезжает на тот торговый объект, где предприниматель решил заработать на проблеме в городе Измаиле. Режим чрезвычайной ситуации продлится еще минимум неделю. Именно такой период, по прогнозам врачей, будут поступать новые пациенты. А правоохранительным органам, судя по всему, предстоит выяснить, можно ли было предотвратить эпидемию и есть ли вина местных властей в том, что случилось. Студия. Да, Андрей, спасибо. Андрей Анастасов следит за ситуацией в Одесской области. Мы тоже будем за ней следить. Ну вот такая ситуация. И давайте от этих измаильских проблем отойдем. Немножко поговорим в целом о проблемах медицины. Ну тем более, что и повод сегодня есть. Сегодня день медицинского работника. Ну, профессиональный праздник врачей. К сожалению, будем вынуждены говорить, наверное, не столько о празднике, сколько о проблемах. Ну, посмотрим. В любом случае, я хочу представить гостей. Вот только что Олег Мусей к нам подъехал. Человек, который... Да, проходите, пожалуйста. Добрый вечер. Человек, который в 2014 году возглавлял Министерство здравоохранения Украины. Что более важно, человек, который во времена Майдана возглавлял медицинскую службу Майдана. Вечер добрый. Доброго вечера. Дякую, что приехали. И на связи с нами есть Ольга Стефанишина, исполнительный директор фонда «Пациенты Украины». Оля, вечер добрый. Спасибо большое, что к нам присоединились. Добрый вечер. Пан Олеже, а с каким настроем встречаете сегодняшнее свято? Больше там свято с слезами на очах, или все одно свято? Ну, в любом случае, я хотел бы, прежде всего, приветствовать всех своих коллег, всех медицинских работников с профессиональным святом. И напевнить, что комитет с вопросом охраны здоровья, в котором я сейчас работаю, он однозначно стоит на позициях защиту прав медицинских работников. И сделает все необходимое, в том числе и законодательное, чтобы система была реформирована, и чтобы вы все, дорогие мои медики, почували себя не только по тарифам, как в Европе, а также своими заработными платами, как в Европейском Союзе. Ну, дивитесь, реформуют, реформуют медицину. Міністри то приходят, то заяви пишут. Зараз, взагалі, не має міністра. Люди, які очолюють, галузьмінюються, а проблеми ж ті самі. Ну, я, насправді, не бачу зараз особливої проблеми в тому, що відсутній міністр охорони здоровья. І останні заяви, як президента, так і премьер-міністра, навіть в США, що реформа охорони здоровья буде одним із ключових пріоритетів діяльності уряду. Вселяє надію в мене, як народного депутата, про те, що ми нарешті знайдемо порозуміння між комітетом, між пацієнтськими організаціями, між професійними медиками і між міністерством. І тоді, дійсно, реформа може стартувати. Оля, а приєднайтеся до нас, будь ласка, а у вас які враження від того, що дивіться пан Квіташвілі, там писав-писав заяву, потім допрацював, але в новому уряді немає міністра охорони здоровья. Для вас це важливо? Я мушу сказати, що пацієнти страждають від того, що в уряді досі не призначено міністра охорони здоровья. Зараз дійсно є виконуючі обов'язки міністра, але цього замало. Я була в міністерстві, там половина людей на лікарня, а половина людей у відпустці, а половина нічого не хоче робити. Сьогодні в нас червень, тендери міністерства охорони здоровья на закупівлю ліків досі не оголошено. Закупівлі не передано досі за цей рік міжнародним організаціям. Ми ризикуємо, не маючи міністра охорони здоровья відповідального за тендери, за роботу міністерства, знову ж таки в вересні опинитися в ситуації, коли знову немає тендерів для того, щоб закупити життєво важливі лікарні. Ми сподіваємося, що міністра призначать, і тоді тендери будуть проходити швидше. Пане Олеже, ну Оля каже, міністр призначать, окей, у Верховній Раді, наскільки я розумію, два тижні перерви, а потім будуть два тижні сесійні. Два тижні сесійних, і це... За ці два сесійні тижні перед величезними літніми канікулами встигнуть, кадрове питання вирішити. Навряд чи, тому що коли призначають весь склад уряду, його голосують пакетом, і немає, можливо, є в когось запитання до однієї персони, а до іншої немає, і тому воно проходить. А коли призначають одну персону, а це буде міністр охорони здоров'я, то дуже, і притом дуже болюча тема охорони здоров'я, система, яка розвалена, люди помирають, лікарі, криза, кадрова, і запитання будуть безпосередньо до того кандидата. Плюс це все-таки політична квота, потрібно не забувати. І, на жаль, ми вимучені будемо рахуватися з тим, що це квота блоку Петра Порошенка, і вони мають подати кандидатуру. Ну, ви знаєте, коли міністр з'явиться, я вже боюсь загадувати, коли це буде, але колись міністр з'явиться, є головна проблема медицини, яку йому доведеться вирішити. Проблем багато, але яка з них головна? Ми запитали. Врачей обичних ми спросили, наші кореспонденти по всій Україні задали цей вопрос. От, давайте просто послушаем. Самая большая проблема медицини на сьогодній день – це її фінансування. Тобто, система фінансування та, яка сьогодні є. Можна сказати, її взагалі немає. Це корупція. Корупція в закупках медицинської апаратури, які закупаються за великі гроші, але качість желають лучшого. Корупція в закупках машин скорої допомоги. Корупція в закупках медицинських препаратів. У нас медицина не реформирується, а у нас медицина разрушається. Вроде бы, починають проводити реформу, а потім зміняється інший міністр і приходить з новими своїми вініями і мненнями. Всі наші можновладці, депутати, ті, хто пишуть ці реформи, їдуть за кордон лікуватися. Хай би вони спробували приїхати в районну лікарню, в сільську лікарню і спробували там побачити, як це, коли до тебе виходять зі списком ліків. Пацієнти плачуть, тому що не знають, де взяти ці кошти. Ви знаєте, ми коли лікарів питали сьогодні про найбільші проблеми, мені ще про одне сказали, це відсутність лікарів. Я хочу просто зрителям пояснити, щоб було понятнє. Їще одна проблема, яка, по словам самих врачей, дуже сильно б'єт по українській медицині – еміграція. Тільки за прошлй год із країни, вдумайтесь, виехали 7 тисяч медиків, і длиться це вже не перший год. Самі популярні країни для українських врачей – Польща, Чехія, Словакія і Гермія. Еші є дві – США і Ізраїль. Ну і за час війни на Донбасі із цього регіона тисячі врачей переехали в Росію. Врачі уїжджають з України в основному за більшими зарплатами. Якщо у нас місяцінні доходи врача, со всіми невозможними преміями, надбавками, їдва доходять до 200 доларів, то в странах Восточної Європи платять от 700 до 1200 євро. А в Западній Європі іще більше – от 2000 до 2500 євро. Пане Олеже, пані Олю, а я вас хотів запитати, окей, суддям підвищують зарплати. Ми тут дуже емоційно з паном Пензеноком, він був на вашому місці, обговорювали цю проблему. Прокурорам обіцяють підвищити, слідчим обіцяють підвищити, там всім-всім-всім на світі. А лікарі чекають, що люди самі їм доплатять? Швидше за все так. Лікарі чекають, а держава думає, що лікарям будуть доплачувати із кишені. Це так, як була така приказка, що даїшник може себе прогодувати паличкою на дорозі, так само лікар може себе прогодувати, працюючи безпосередньо з хворим. Це неправильний підхід. І до тих пір, поки держава не зрозуміє, що нічого не вдасться нікому реформувати, ні президенту, ні прем'єру, ні комітету, ні Верховній Раді, до тих пір, поки вони не візьмуть в спільники професійну медичну спільноту. І тільки через роз'яснювальну кампанію, і тільки через те, щоб лікарі підтримали цю реформу, тоді її можна буде здійснити. Інакше буде саботаж, і її реалізувати буде неможливо. Олі, приєднуйтеся до розмови, ми слухаємо вас. Я би ще хотіла додати про фармацевтичну мафію, якщо можна, бо ми з нею стикаємося кожного дня. Адже кожен українець, який заходить сьогодні в аптеку, опиняється як в ювелірному магазині. За статистикою, 80% українців сьогодні не можуть собі дозволити купити базові ліки в аптеці. Третина сімей, у яких з'являється важкохворий українець, опиняється за межею відності. Коли в сім'ї є онкохворий, хворий на гепатит і так далі. І я вам хочу сказати, що у нас в Комітеті охорони здоров'я більша частина людей, які там сидять, це фармацевтична мафія. І вони також сидять і у інших партіях, у Верховній Раді. Верховна Рада складається із політичних сил, а не із двох-трьох людей, які можуть все зробити. Тому нехай виборці роблять висновки, хто як голосує у Верховній Раді, хто чого декларує, чи виконує, чи не виконує обіцянки, і перебирають іншу Верховну Раду. Я думаю, що ця Верховна Рада, вона себе вижила вже. Велика проблема з медичними законами. Ви знаєте, за півтора року роботи в Верховній Раді, всього тільки три закони було проголосовано. На превеликий жаль. І це найменший коефіцієнт корисної дії керівництва Верховної Ради. І перевибори обов'язково потрібно робити. Тому що я стикнувся з абсолютним небажанням і блокуванням дуже багатьох ініціатив, в тому числі по охороні здоров'я. Дякую вам обом. Будемо ставити крапку. І знаєте, ми сьогодні з вами, і з вами, пане Олеже, і з вами, пані Оля, говорили багато цих слів. Мафія, там, фармацістична мафія. Знаєте, як католійці кажуть, найкращий спосіб розвалити мафію. Це її очолити. Ось зараз є можливість подати кандидатуру на нового міністра. Ну, може від громадськості, може від медичної громадськості. Ну, дякую. Будемо ставити на Тему крапку. Ну, і вас теж вітаю. Напомню нашим зрителям, що день медицинського роботника. Сегодня, к сожалению, были мы вынуждены говорить в основному о проблемах. Ну, є як є. І щоб на такій проблемній ноті не заканчувати, давайте все-таки не забывать. Сегодня ще один, куда більш важний праздник. Православні і греки-католіки отмечають Троїцю, или же по-другому Пятидесятницу. Пятидесятний день со дня Воскресення Христова. Считається, що именно в этот день на апостолов, учеников Ісуса Христа, сошел Святой Дух, що і стало символізувати Триєдинство Бога. Троїця, ще й самий зелений праздник. Сегодня все храмы, все церкви украшаются ветками берези, сирени или кліна. А прихожане освячивают букеты саиром, любестком, мятой і іншими травами. І приносять їх дому, як обереги от злых сил і болезней. С пожеланням, щоб злые сили і болезни і вас не одолевали, я прощаюсь. І встретимся вже на следующій неді. В следующее воскресенье, ровно в 8 вечера. Редактор субтитров О.Голубкин